приветствую всех посетителей канала автопилот меня зовут denis я являюсь техническим директором сети автосервисов сегодня я веду репортаж со станции солнцево по адресу боровское шоссе 12 а строение 1 и в ремонте у нас автомобиль chevrolet orlando с дизельным двигателем который не заводится пойдемте разбираться и так что мы имеем как я уже сказал chevrolet orlando 2 литра дизель не заводится со стартера заводится с быстрого старта специальная жидкость эфир после запуска работает нормально ошибок нет подавлению топлива все хорошо во время прокрутки стартером давление достигает примерно 250 атмосфер то есть этого достаточно для того чтобы блок управления начал подавать команду на форсунки но вспышек не происходит ни в одном из цилиндров подключили сканер выводим на табло два параметра которые нас интересуют это желаемое действительное давление в топливной рампе сейчас будем крутить стартером посмотрим какое давление нагнетается во время прокрутки и уже исходя из этого будем делать выводы давай крути и так давление 250 230 баров то есть этого вполне достаточно для запуска проблема у нас не с топливом форсунки свозили на проверку распыл хороший будем мерить компрессию через свечи накаливания двигатель завели с быстрого старта выявили параметры желаемое действительно давление топлива тут все в порядке 400 бар на холостом ходу двигатель у нас немножко прогрелся сейчас держит холостой ход несколько минут поработает заглушим попробуем снова запустить горячий что удивительно если заглушить и завести сразу же то заводится давай подождем все давай покурим минутку и попробуем подхватывает но не заводится трудом завелась сеть авто тех центров автопилот для замера компрессии нам нужно выкручивать свечи накаливания вот они здесь находятся задней стороны двигателя сейчас двигатель у нас прогрет мы зальем свечки спецсостава для того чтобы они легче выкрутились был меньше риска их обломить позвонили клиенту предупредили его о том что во время откручивания свечей возможно что они обломятся одна или несколько есть вероятность такая если их давно не меняли на что клиент захотел присутствовать при этой операции но нет проблем завтра с утра он подойдет как раз немножко они отмокнут и продолжим будем измерять компрессию мы сейчас выкручиваем свечи накаливания первого второго цилиндров потому что к ним проще всего добраться измерим компрессию в этих цилиндров соответственно если компрессия будет низкая значит это механические проблемы с двигателем если компрессия в порядке то значит впрыск происходит не вовремя потому что мы проверяли форсунки доставали на улицу впрыск есть и если при хорошей компрессии нет воспламенения то значит прыск происходит не в то время когда компрессия максимально это может быть из-за сбившейся синхронизации либо какие-то проблемы с датчиком поливала распредвала но в общем сейчас в любом случае измеряем компрессию дальше уже делаем какие-то выводы установили адаптер на первый цилиндр отключили форсунки смотрим давай 24 бара компрессия хорошая мы установили адаптер во второй цилиндр включили компрессометр крутим стартером компрессия 22 при такой компрессии должно заводиться дело не в компрессии хочу обратить внимание что напряжение на свечах указано 4,4 вольта это сделано для того чтобы во время прокрутки стартером свеча все еще накаливалась чтобы просадка напряжения из-за стартера не влияла на накалу этих свечей соответственно эти свечи нельзя проверять от аккумулятора как многие привыкли это делать потому что если ее подключить к 12 вольтам у нас горит менее чем за секунду то есть вы даже ничего понять не успеете поэтому можно проверять только лабораторным блоком питания на котором регулируется напряжение то есть источник напряжения должен быть не более 5 вольт мультиметром проверить ее тоже можно но все же лучше проверять свечи током потому что без нагрузки она может звониться накалившись будет обрыв свечи соответственно проверяется на сто процентов только током но пока вашим ремонтом заниматься первоклассные специалисты вы можете отдохнуть в клиентской зоне диван чай-кофе телевизор детский уголок где дети могут прессовать бесплатный вай фай так что ждем вас нашей сети автосервисов заходите на сайт честный автосервис . и выбирайте ближайших себе один из 17 сервисов по москве автопилот честный автосервис подведем промежуточный итог у нас получается что есть впрыск так как мы форсунки доставали на улицу они брызгают к сожалению на видео это не попало но тем не менее это так у нас есть компрессия но воспламенение не происходит это может быть только потому что воспламенение что впрыск форсунок происходит не вовремя то есть не в тот момент когда компрессия максимально соответственно температуры цилиндре не хватает для того чтобы произошло воспламенение пока что самая очевидная неисправность которая может к этому привести это разбившаяся синхронизация между коленвалом распредвала несмотря на то что здесь стоит датчик распредвала и ну и соответственно датчик коленвала но ошибки и тем не менее нет я с таким сталкивался на многих дизельных двигателях из всех производителей пожалуй только вага поэтому очень критично у которых сразу ошибка загорается остальных может такое быть что фаза не в порядке но ошибки нет соответственно что нам нужно сделать мы сейчас снимаем клапанную крышку и смотрим положение цепи то есть проверяем метки для этого нам нужно извлечь форсунки снимаем форсунки и откручиваем крышку и дальше уже я думаю что то более-менее станет понятно работаем дальше сеть авто тех центров автопилот сняли клапанную крышку двигатель довольно чистый сейчас достаем поршню верхнюю мертвую точку первого цилиндра либо четвертого неважно и проверим метки грим мы распечатали метки грим из автодаты видим что здесь должна быть шпонка на коленвале на 12 часов на 12 часов метка на шестерне распредвала совмещенной с цепью и между распредвалами шестеренчатый привод соответственно там тоже должны две метки совпасть единственное что нужно выяснить в каком положении должен быть поршень потому что мы сейчас не снимаем боковую крышку двигателя потому что это довольно трудоемко и для проверки мы пока ориентировочно выставим поршни так как они должны стоять смотрим процедуру установки фаз газораспределения верните коленвал по часовой стрелке установите поршень первого цилиндра на 90 градусов после в мт соответственно это означает что все поршни должны стоять на одном уровне в ряд поэтому мы довольно грубо пока выставим с помощью хомутов чтобы они все были на одном уровне и посмотрим в каком положении будет впускной распредвал то есть у нас метка должна будет стоять на 12 часов мы выставили поршни в линию грубо примерно нам хотя бы чтобы определиться есть расхождение по меткам или нет метка на распредвале вот она помечена маркером на 12 часов и метки между шестернями сходятся именно так как показано на рисунке одна на 12 часов и здесь соответственно метки сходятся значит с фазами все в порядке мы проверили метки метки в порядке сейчас еще раз форсунки развернули вверх покрутим стартером посмотрим все ли не брызгают если порции топлива давай крути как видим все форсунки брызгают то есть топливо действительно есть компрессии есть метки на месте ну остается один вариант что да действительно впрыск происходит не во времени и тогда когда он должен быть для этого нам потребуется осциллограф то есть с помощью токовых клещей мы сможем определить момент впрыска а если вы хотите узнать чем закончилась история шевроли орланда подписывайтесь на наш канал развязку знаете следующей серии пишите в комментариях свои предположения с вами был технический директор сети автосервисов автопилот денис всем пока до встречи сеть авто тех центров автопилот у нас все по-честному